То есть вы можете, ну, рекомендуемо, как в самом начале скажу, рекомендуемо убирать всегда из проекта Console.log. Console.log все-таки это функция, которая служит для отладки, для такой оперативной отладки или вывода какой-то оперативной информации. Поэтому его не нужно оставлять в релиз, да. Его вообще после своей каких-то манипуляций, то есть когда вы что-то заканчиваете, да, делать, подготавливаете коммит для пуша в репозиторий, вот, вы должны проанализировать и найти эти все Console.log и удалить их, да, лишние. Чтобы они не попадали в чистый проект. Ну, мало ли что там выводится в консоли. Допустим, я знаю софт, я знаю компанию, которая этим страдает. Везде оставляют записи в консоли и туда, короче, прилетает логин и пароль пользователя. Надо что-то посмотреть, и оно пишется все в консоли, вот. Самое печальное, что я работаю в этой конторе. Ну, да ладно, туда и знаю. Вот, бывает всякое. Вот поэтому не стоит, всегда стоит перед коммитом, и когда дойдем до коммитов, я еще об этом поговорю, что конкретно, на что конкретно нужно обратить внимание. И мы тогда еще напишем хуки для того, чтобы это быстро, оперативно отслеживать и смотреть, да, то есть, чтобы это автоматизировать все эти процессы. Так вот, консоль лог, штука для отладки, пускай она остается как штука для отладки, не используем ее для каких-то целей. Обычно, если вы хотите оставить в своем проекте консоль лог, как в данном случае, да, то есть, мне более удобно использовать консоль лог в случае какого-то информирования, или вот введения, видите, вот как мы делали, для введения какой-то оперативной информации в терминале или в выводе, да, допустим, там, в каком-нибудь, ну, опять-таки, да, в терминале. То есть, когда запускается наш проект, чтобы мы пользователю показали, что там происходит. Вот. Это мое, вообще, максимально мое упущение, и я не советую так продолжать делать, что у меня вывод информации для пользователя, то есть, какой-нибудь важной информации, и вывод отладочной информации, это одна и та же функция. Но я так банально просто привык, но так на практике лучше не делать. Для этого следует завести себе какую-то дополнительную функцию, которую вы будете говорить, что это лог-юзер, что это является логирование для пользователя, или лог-фо-юзер. Можно его вообще сократить, написать лог-ю или лог-си, то есть, логирование для клиента. И вся информация, которая будет важна для данного клиента, она должна быть, выводиться только через нее. А здесь уже будет реализация, какую вы захотите. То есть, тот же самый обычный консоль лог, как в данном случае, да, и выводим эту информацию. А перед коммитом мы все консоль логи убираем. Так вот, так как консоль это наш обычный объект джелоскрипта, притом жестко нас никак ничем не ограничивает, мы можем, как и в любом другом месте джелоскрипта, взять и переозначить эти его функции. То есть, заменить функцию лог, заменить или добавить какие-то дополнительные функции, как в данном случае лог-си или лог-юзер и так далее. То есть, нас в этом не ограничивает, и они потом попадают в этот глобальный наш объект, который будет доступен по всему проекту, что крайне удобно. То есть, мы не будем заморачиваться относительно того, какая информация для клиента, а какая информация для отладки. То есть, уже ощущаете, что мы можем таким образом логировать. Вот. Второй момент. Почему я рекомендую, и в принципе все рекомендуют, использовать именно анонимные функции или просто функции для переозначивания какого-то функционала. По причине того, что вам рано или поздно понадобится текущий контекст, доступ к текущей консоли, к объекту текущей консоли, чтобы, допустим, вызвать какой-то дополнительный функционал, либо еще что-то и так далее. Поэтому обычно всегда в переозначиваниях и перекрытиях такого функционала или функций, свойств и так далее, обычно пишут анонимную функцию для того, чтобы работал вот этот вот, вот это свойство ЗИС. Вот. От текущего контекста. С этим понятно? Да. Да? То есть. Да, да. Прикольно. То есть нужно понимать, что всегда нужно разделять логирование. Не надо писать отладочные логи и логи для пользователя через одну функцию. Рано или поздно кто-то забудет и будет бедулька. Я вам так скажу, да, забудут, будет бедулька. И была бедулька. Поэтому логи. Логи от базы данных и паролей, короче, подписались в логи. Чтобы было удобно. Ну, мало ли, забыл, в блогах посмотрел, пошел дальше. Вот. Поэтому всегда рекомендуется использовать анонимные функции в данном случае. Вот. Ну и да, рекомендация. Заведите свою функцию, с помощью которой вы будете вводить информацию именно для пользователя, для клиента, да. Ее можно не писать с лога. То есть можно написать, что for user просто. For user, допустим. И вы будете знать, что это консоль. И что здесь есть функция for user. Будет максимально удобно и говорить о том, что она делает. И для чего. Второй момент, почему она вот так вот здесь написана. И потом мы нигде не подключаем данный модуль. Мы его подключаем. Спойлер. Мы его подключаем. Мы его подключаем с помощью просто require. То есть мы просто подключаем модуль и его не используем. Далее этот наш конфиг, как папка, модуль подключен через самый главный файл. Вот он, конфиг. Ну и в принципе вот таким вот образом оно и работает. То есть у нас нет никакого экспорта. Поэтому мы ничего не указываем при импорте. А просто подключаем модули, чтобы они заработали в системе. Аналог с модуль alias. Регистр. То есть мы вызываем его, просто подключаем. А дальше он там что-то творит свое. Как ему там более удобно. Вот. Что еще может быть из подводных камней в этом случае? Когда вы заводите вот такую вот функцию, с помощью которой вы будете уведомлять клиента, вам везде нужно будет проставить проверку. Дело в том, что это ваш личный функционал. И если забыть, допустим, подключить эти конфиги, то соответственно ваш проект везде упадет. Поэтому везде нужно будет добавлять дополнительную проверку перед записью в лог. Что я имею в виду? Что если мы напишем console.foruser, то есть функции такой может не быть. Я вот, допустим, забуду этот конфиг подключить. То в этом случае мы используем наш тернарный оператор и добавляем проверку на nullable. То есть и дальше пишем что хотим. И так далее. И тем самым оно попадет в лог только в том случае, если такая функция вообще будет зарегистрирована в системе. То есть присутствовать. Ну а консоль это наш глобальный объект. Доступен в каждом модуле по всей нашей программе в любом месте. Соответственно мы его здесь используем и ему добавляю функционал. Да, понял. Так прозвучало. Запис. Запис. Все понятно. Все понятно. Я не злопамятный, но записал. Окей. Ладненько. Идем дальше. По поводу функций, которые у SQLizer. По поводу ERM. Есть такие функции, как специфические под каждую базу. Функция like у SQL. Служит для того, чтобы проверить вхождение строки в подстроку. Что я имею в виду? Что если у нас в таблице есть колонка caption. И имеет довольно-таки большой длинный там текст. И нам нужно сделать выборку записей из таблицы, у которых в caption присутствует слово привет, предположим. Или прив. Вот надо найти эти все записи. Так вот, функция like как раз и служит для этих целей. Она находит в строке под строку. Но есть специфика. То есть, like обычно записывается для SQL вот таким вот образом. То есть, процент и, допустим, прив. Да? Ну, напишем, прив. Вот такая вот запись. Говорит о том, что для колонки caption, то есть, caption, 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 like, prim. Priv. 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 Давай. Вот. Что это говорит? Что для колонки caption нужно найти вхождение под строки прив. Процентами указывается неограниченное количество символов как слева, так и справа. Соответственно, мы этим можем манипулировать. Не указав процент справа, говорим о том, что вот эта вот фраза в колонке caption, в значении колонки caption, должна быть в самом конце. Если ее нет, то, соответственно, условие не отрабатывает. А также есть знак вопроса, знак вопроса, говорящий о том, что в конце должен быть как либо один символ, либо символа не быть. Процент неограниченное количество символов, вопросительный знак либо один, либо нету вообще. То есть, срабатывают условия, где в конце будет написано прив или приве. Вот. То есть, именно приве, но не привет, потому что это два символа. Кроме этого, да-да. А нельзя поставить два знака вопроса? Можно. То есть, если тебе нужно определить, что там должно быть либо фраза прив, либо привет, либо приве, то ты можешь поставить два знака вопроса, тем самым сказать, что в конце еще может быть два символа. Есть еще специфика, я ее честно не знаю, не скажу, потому что она практически не используется. Это вот эти вот условия для поиска. В винде для поиска точно так же работает, кстати. Поэтому не особо тут заморачиваться. Там есть, по-моему, нижнее подчеркивание, говорящие о том, что в конце обязательно должен быть символ. То есть, прив не будет подходить, а приве будет подходить. И точно так же там два этих символа будет говорить о том, что должны быть в конце еще два любых символа обязательно. В том числе и пробелы. Вот. Так вот. В чем специфика? Специфика заключается в том, что большое количество баз данных, подавляющее количество баз данных, у них лайк не регистрозависимый изначально. То есть, вот эта комбинация будет говорить о том, что будет найдено слово привет, прив, потом прив, прив и так далее. То есть, любая комбинация. Без учета регистра. Независимо от того, как мы напишем. Если мы здесь напишем V, то выборка у нас никак не поменяется. Потому что данный оператор не регистрозависимый. Так вот. У подгресса лайк по умолчанию регистрозависимый. Он работает наоборот. И для этих целей у него есть функция iLike, которая не регистрозависимая. Поэтому есть такая специфика у самой базы данных. Ее нужно знать. Если вы пишете под несколько баз данных ваш проект, чтобы он работал, под несколько баз данных, то вам нужно учитывать этот момент. И мы реализовывали вот такую вот штуку для SQLizer, которая как функция для класса OP. То есть, тоже глобальный доступный будет класс OP у SQLizer. Он в себе не будет. Он в себе содержит все эти функции, которые мы будем пользоваться для всяких вычислений. У него там есть count, лайки, суммы, AVG и так далее и тому подобное. И мы просто к этому же классу добавили еще одну функцию, которая будет getLike. И эта getLike, она смотрит в нашу конфигурацию. То есть, то, что у нас записано в настройках. Если диалект, который мы указали, является Postgres, то, чтобы учесть эту совместимость, мы будем возвращать оператор iLike. То есть, чтобы оно работало максимально прозрачно. И этой функцией мы реализуем обратную совместимость между переходами на базы данных. Чтобы логика наша работала приблизительно одинаковая. Она не точно будет одинаково работать, но приблизительно будет одинаково. Потому что, допустим, у меня в проекте такое было, что в поиск я вписываю, допустим, слово с верхним регистром. На MS SQL у меня находило все записи, которые с верхним, с нижним регистром. То есть, любые комбинации. А когда переключаешься на Postgres, он находит только те конкретные записи, которые удовлетворяют конкретно написанной фразе. И пришлось быстренько дореализовывать вот этот функционал. Также можно перезначить этот оператор iLike, чтобы вообще было максимально прозрачно. Но я так не рекомендую делать, потому что если что-то где-то поменяется, то наша функция будет как и была. А тут уже будем принимать решение. Ну и с функциями проще. Прозрачно. То есть, getLike. У оператора взять getLike. Вроде как логично, а вроде как прозрачно. С этим понятно, для чего эта штука присутствует и почему у нас она. Так, получается, сразу вопрос. iLike это получается у нас регистрозависимый. Не регистрозависимый. А, не регистрозависимый. Только для Postgres. Вот смотри условия, видишь? То есть, если мы Postgres, тогда мы будем использовать функцию iLike, которая не регистрозависимая. Если мы любая другая база, то мы используем Like. Потому что для всех других баз данных Like тоже не регистрозависимый. А, все, а то я что-то запутался. Сейчас вроде распутался. Получается, для Postgres'а iLike это не регистрозависимый, а для других будет просто Like. Не регистрозависимый. Все, спасибо большое. Вот в этом была шляпа, и я долго не мог понять, почему она работает вот таким вот образом. Да, 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 вот все, я разобрался. Ну, это больше тонкости при разработке. Если вы, допустим, будете разрабатывать проект только на использование Postgres'а, как базы данных, да, вы можете, в принципе, не писать эту функцию, она вам, в принципе, да и не нужна будет. Вы везде будете использовать оператор iLike, потому что вы будете знать, что iLike не регистрозависимый. И ваш проект не подразумевает под использование других баз данных. Но, если честно, я бы сказал бы, что, ну, как-то слишком урезано будет ваш проект выглядеть, если вы будете нацелены чисто на одну базу данных, при этом вы будете использовать такой классный инструмент, как ORM. ORM позволяет, почему бы это не продолжить. И есть просто небольшие хитрости и уловки, которые нужно будет использовать. О них мы тоже будем говорить, особенности по всяким разным поискам и выборкам. Вот. Как-то так. Так, вопрос еще. А вот если мы хотим, чтобы он был регистрозависимым, тогда мы пишем this.like вместо iLike. Так? А, все, вспомнил. Ты просто на одном из созвонов говорил, что, получается, у Postgres'а там, получается, есть таблицы, которые регистрозависимые, а которые есть нерегистрозависимые. Вот это, получается, iLike и iLike. А если тебе нужно будет для Postgres'а использовать регистрозависимость, ну, вообще для других баз данных она там по-другому реализуется, так что если ты захочешь именно регистрозависимость, то там будет сложнее все намного. Там не обойдется использованием просто лайка, там чуть сложнее это все происходит. Вот, поэтому вот такой вот хак, в принципе, достаточно для того, чтобы привести к одному, к одному значению. Все, хорошо, спасибо. Окей. Так. Окей. Давайте начнем с веб-софита, да? И шины событий. Потому что они там вместе. По поводу шины событий. Есть еще какие-то вопросы или... Че-нибудь такое? Че-нибудь такое? Нет, в машине вроде понятно. В машине понятно. Все понятно. Хорошо. Смотрите. Что такое WebSocket? Вот. Даже легко как-то. Неожиданно, но легко. Ну ладно. Что такое WebSocket? Все мы знаем, что вообще эра развития веб... Вообще веб-страниц, она начиналась так называемая Web1 или Web0, которая в простонародье просто называлась Web. WebBrowing и так далее. Просто Web. Что он под собой подразумевал? Это отправку чисто страницы статичной клиенту. Никакого взаимодействия с сервером при этом не происходило. Невозможно было отправить данные на сервер и так далее и тому подобное. Не было такого оперативного общения. Все страницы у нас представляли из себя MPA, то есть мульти-пейдж аппликейшены, когда ссылки, которые были на странице, переводили нас на новую страницу. Переоткрывалась по сути страница всегда. Это была эра Web0, когда с сервером никто никак не общался и не было даже понимания того, как это нужно было сделать. После того, как устаканился стандарт Web2.0, к нам в интернет привезли интерактивное общение с сервером. То есть пользователь может что-то отправить на сервер, что-то там сохранить, допустим, свой отправить пост. И пост будет отображаться у всех пользователей, которые зайдут на эту страницу. И в этот же момент подумали об интерактивности, об обновлении данных в реальном времени. Я уже неоднократно говорил и еще раз повторю, что HTTP у нас работает только в одну сторону. То есть пока мы не ответили клиенту. Клиент запрашивает нашу страницу или отправляет какой-либо нам запрос на сервер. И мы в нашем контроллере с помощью REST SEND устанавливали ответ. И я несколько раз показывал, что если мы повторно попытаемся что-то отправить клиенту. Допустим, где-то по коду у нас будет еще один ответ клиенту. То после этого, после первого нашего ответа, второй будет с ошибкой. Говорящей о том, что невозможно установить типа ответ после ответа. Почему так происходит? Когда мы отправляем информацию клиенту, сервер закрывает соединение. Вот такой он плохой, он его не поддерживает. Да и в принципе и хорошо. Соответственно, мы оперативно ему доставлять данные не можем. Пока опять клиент что-то не запросит. Он опять запрашивает какой-то маршрут. Мы ему опять подготавливаем данные и отвечаем. Соответственно, возникает такой вопрос. А как же сделать так, чтобы посты у нас на странице или допустим в чате приходили новые сообщения? То есть, что мы видели, не перезагружая нашу страницу. Есть несколько технологий в этом. Вообще, несколько даже костылей, я бы так сказал. Есть технология, есть костыли. Первое, начнем с костылей, это постоянно перезагрузка по таймеру нашей страницы. То есть, либо перезапрос данных сервера. То есть, устанавливаем таймер раз в секунду. И раз в секунду происходит запрос на сервер, который опять-таки формирует для него данные и отправляет. Второй костыль, это опять-таки reloading page. То есть, мы можем вызвать апдейт у страницы, то есть, ее перезагрузить. И тем самым мы опять-таки запросим данные со страницы. Либо что-нибудь еще такого из костылей нагородить. Второе, это технология. В технологиях есть сервер longpool, называется. Это когда... Один из новых форматов, назовем ее так. Когда устанавливается двухсторонняя связь с клиентом. То есть, клиент открывает поток. И с помощью этого потока от сервера или от клиента серверу, обменивается... Происходит обмена информацией. Постоянно. Longpool connection, по-моему, так называется. Если правильно. То есть, мы постоянно... Один раз подключились к серверу и постоянно удерживаем это соединение. Что немножко неудобно в плане того... В плане ресурсов самого сервера. То есть, нужно заботиться о масштабируемости. Потому что помним, что количество соединений на сервер, то есть, в текущий прям момент, оно все-таки ограничено. Поэтому через какой-то момент мы получим для новых клиентов ошибку о том, что сервер недоступен или просто не будет ничего грузиться. И есть еще один вариант. Это веб-сокеты. То есть, веб и сокет. Но, в принципе, их просто объединили в одно слово. Тоже устанавливается соединение. Двухстороннее соединение с сервером. Но не совсем двухстороннее. Это все-таки односторонняя штука. То есть, мы с помощью веб-сокета изначально в первой его реализации не могли писать серверу. То есть, мы устанавливали соединение и ждали, когда сервер нам ответит. После и в текущий момент вообще веб-сокет работает как двухсторонняя связь. То есть, мы устанавливаем соединение и тем самым обмениваемся. Отличие от... Отличие от вот этого long pool connection'а это то, что веб-сокет работает по событиям. То есть, предыдущий первый вариант вообще просто отправляет просто набор байт, как будто бы картинка грузится. Ну, назовем ее так. Кленд грузит картинку. И эта картинка бесконечная. И он просто в какой-то момент получает какой-то набор данных и с ним что-то делает, работает. Веб-сокеты работают по сообщениям. То есть, они как вот шина событий один в один. Клиент подписывается на эту шину событий, а сервер инициирует события на шине и, соответственно, доставляет информацию клиенту. То есть, вот ихняя взаимосвязь. И, в принципе, шина событий и веб-сокет, они очень сильно схожи. Единственная реализация в самом протоколе, как это сделано. И мы общаемся не внутри нашего ПО, то есть, не внутри нашего сервера, а общаемся с клиентами, которые подключаются к нашему серверу где-то удаленно. Ну, и, соответственно, клиентов тоже может быть множество, но, опять-таки, ограничения по количеству. Но! У веб-сокета есть возможность отключения клиентов и переподключения. То есть, установки таймаута на длительность соединения. И, тем самым, мы можем разрывать соединение с клиентом при необходимости. И клиент сам, опять-таки, через какое-то время подключится обратно и, в принципе, особо ничего и не потеряет. Какую-то часть информации потеряет, но это не критично. Вот. Так вот. Как делаются веб-сокеты? Для экспресса существует отдельная библиотека. А вообще, веб-сокет-сервер, он является отдельным сервером. Вот. Есть библиотека, которая позволяет его встроить в наш экспресс, подвязать в наш экспресс. И я рекомендую использовать библиотеку, которая так и называется. Express.vs. Я сейчас в чат тоже скину. pmi.express.js. У нее есть особенность регистрации, но мы сейчас ее как раз и разберем. Вот. И его основная задача это к нашему существующему серверу экспресса, то есть который мы создаем, подцепить новый функционал в виде протокола веб-сокета. И все. Марат. Получается, веб-сокет это как шина событий, только пошире. Потому что на события могут подключаться другие люди. Да, ну вот, не совсем люди, а клиенты, которые за пределами нашего сервера или нашего ПО. То есть, если мы говорим о шине событий, то мы подразумеваем, что эта штука будет в пределах нашего софта находиться. И извне она, по сути, недоступна никак. То есть мы не можем там сторонней программой подключиться к этой шине событий и что-то там реализовывать. Для этих целей как раз и служит веб-сокет. То есть он реализует шину событий через протокол HTTP. И тем самым любая сторонняя программа может подключиться к этому веб-сокет-серверу, подключиться на эту шину и тем самым обрабатывать эти все уведомления. То в принципе большинство ПО так и делает. Даже внутри сервера. Если несколько разных проектов, то проще их объединить в цепочку с помощью веб-сокета. Они будут друг с другом устанавливать соединения. В случае, если один из них отваливается, то там можно установить reload timeout и установить количество попыток подключения. Обычно ставится там Infinity какой-нибудь, там over дофига. И ждет, когда программа запустится, то есть сервер веб-сокета запустится, перезапустится и продолжится работа. Вообще, один из самых простых способов объединить несколько софтин в одну цепочку. Так, сейчас, секунду. Что-то типа микросервисов? Ну, сложно назвать. Но если в таком понимании тебе будет проще, то да. Чтобы микросервисы между собой общались, можно использовать веб-сокет. Ихняя внутренняя шина такая, на которой они общаются. С помощью веб-сокета можно сделать AUS 2.0. Когда сервер регистрации независимый, сервер аутентификации независимый, и ему с помощью него необходимо уведомить, когда, ну, остальные цепочки системы уведомить о том, что пользователь, допустим, хочет выйти из всех сервисов одновременно, да. То есть, ну, допустим, блокирует все эти токены, и чтобы каждый сервис знал о том, что этот токен заблокирован, чтобы не пускать его. Ну, типа, можно даже так, да. Спасибо. Ну, это, конечно, я так сильно утрирую. Вы не воспринимаете эту информацию, типа, как должное. Я, честно, никогда так вот прям не задумывался, не реализовывал AUS 2.0. Есть просто теоретические знания, что эти все модули и микросервисы должны быть каким-то образом связаны. Либо с помощью базы данных, либо с помощью еще чего-то. И вот еще чего-то явно напрашивается эта связь между серверами в виде веб-сокета. То есть, есть какой-то центральный, опять-таки, появляется центральная цепочка, которая должна как-то поддерживаться и работать. То есть, AUS 2.0 максимально сложный. Я вам не смогу его рассказать. Могу только... Могу только в теории рассказать. Я его никогда не реализовывал, и практики у меня именно с ними никогда не было. Да нет, я думаю, не стоит. Программисты нам нужно, чем легче, тем лучше. Не, ну это... Да, это просто из разряда сеньеров и так далее. Туда повыше, типа уровня. Это даже не медлы. Медлы это вот даже не знают. То есть, они знают, как с этим работать, что для этого нужно, а сеньеры уже как раз проектируют. Ну или project-менеджеры, они... Короче, это все... Архитект... Как это? Архитекторы это все закладывают, там проектируют и все. Там, короче, это дебри еще далеко до этого. Да и, в принципе, микросервисы, она такая тема, типа скользкая. Ее нужно понимать, зачем ее делают и в какой конкретный момент ее делают. Ну да ладно. Так вот, вебсокет. Поставилась наша либо. Что нам для нее нужно? Я рекомендую для него создавать отдельную папочку. Вот, чтобы там все валялось. Потому что сейчас вы увидите, в принципе, почему. Вот, и... Так просто удобнее и опрятнее будет выглядеть. Для нее жестких требований, опять-таки, я не нашел. Поэтому просто vs-сервер. Назовем папку как vs-сервер. Вот. Он будет отвечать как раз за реализацию данного вебсокета. Что нам здесь необходимо? Ну, первый, самый важный, корневой. Это Index.js. Index.js, я сказал. Во. Который как раз и будет входной точкой в наш вебсервер. И внутри данной папки, внутри данного каталога, мы будем реализовывать всякие разные обработчики и события. То есть, будет удобно их разделять прямо здесь. А подключать мы его будем с помощью того же самого const. Единственное, что нам необходимо в этот модуль передать нашу реализацию экспресса. То есть, понимаете, что не только экспресс, а именно app нам нужен. То есть, реализованный уже сервер, к которому мы будем прикручивать наш вебсокет. Поэтому здесь располагаем, также, ну, подключение можно, в принципе, и здесь написать. Const vs-сервер, назовем ее так, что он у нас в required, который в каталоге vs-сервер. Для него алиаса мы делать не будем, по причине того, что эта штука будет максимально изолированная. Не надо ее ввязывать в эту всю экосистему, потому что будет плохо. Она не такая уж прям хорошая, как кажется на первый взгляд. Поэтому лучше так не делать. Поэтому нам нужно проверить, что данный импорт должен быть обязательно функцией, для того, чтобы мы могли туда передать наш app. Соответственно, если он будет функцией, мы туда будем передавать наш app. Сохраняем. И пока отставляем. Возвращаемся к нашей реализации. Давайте сразу же его запустим, чтобы оно, чтобы видеть, что у нас там происходит. Да, что-то у нас там происходит, пока не падает. Замечательно, то есть наша обработка работает. Что нам здесь нужно сделать? Первое, это реализовать, то есть подключить наш модуль как express vs. Да, то есть как модуль называется, так его и подключаем здесь, только express. То есть подключаем нашу библиотеку, которую мы, в принципе, установили сейчас. Что нам далее нужно? В этот express давайте сразу же делать модуль, модуль exports и сделаем ее как функцию. То есть, чтобы мы отсюда импортируем только одну функцию. И в эту функцию только у нас будет, да, е-мое, е-мое, приходить app. Я здесь намеренно оставляю такое же название, чтобы потом не запутаться и не понимать, что здесь происходит. Пока у нас нету типизации. Когда у нас появится типизация, тут можно будет назвать его как угодно. Так вот, нам необходимо для express vs. То есть, то, что мы импортировали из этой библиотеки, передать туда тот самый сервер app. Вот. И, в принципе, они будут связаны. После этого у нас появляется у нашего сервера, у app, появляется функция vs. Как web socket. Вот. И тут начинается вот эта вот та самая магия. Что под этой магией подразумевается? vs. это как бы... Как бы его так назвать? Короче, тут шина событий, но только она слишком замудренно выглядит. Серверная шина событий. Ну, да, серверная шина событий, но, типа, она реализуется точно так же, как и подписывание на события, да? То есть, что... Как мы в ношении событий это реализовывали на event-басе? Тут остался? Да, вон, event. Event, да. Тут остался. Тут не остался. Это вообще просто реализация. Тут это было у юзера. Мы делали это в контроллере, в пивате у юзера. Мы с помощью эмита вызывали, да? Типа, инициировали события на шине. И где-то мы на него подписывались. Да, вот он, он. Но только здесь происходит вот... Как события он у event-баса. Только это называется vs. То есть, мы указываем, где конкретно будет происходить обработка. И, в принципе, так и напишем, что vs, slash vs. То есть, это наш конечный маршрут, где это все будет располагаться. И тут напишем, что, ну, предположим, юзер. Ну, просто будет юзер. Вот. И, по сути, это даже очень похоже на middleware, если честно. Это как указание конечного маршрута, где это будет располагаться на самом сервере. То есть, что нам необходимо запросить со стороны клиента. И вот этот вот будет обработчик. Вот. Они, в принципе, очень сильно тоже похожи. Единственное, что здесь добавляется, опять-таки, веб-сокет. Приходит сюда, как первый параметр. Реквест. И респонса здесь нет. Под реквестом имеется в виду то, что пришло от клиента. Но, опять-таки, практически никогда не используется на практике. Потому что вы сейчас поймете, что вот эта штука здесь тоже бесполезна. Можно сократить просто до vs. То есть, это наш веб-сокет, который мы создали. Назовем его таким вот образом. Это событие от клиента. Можете так назвать. Это тот самый сервер или та самая шина событий, на которую мы сейчас будем подписываться в виде изменений. Да, кстати, очень похоже. То есть, это наш коллбек, у которого мы теперь используем этот vs как шину событий, как event bus обычный. И подписываемся на пару событий. Под пару событий я имею в виду. Это стандартные, они фиксированные. Это месседж. Месседж. И следующий еще есть vs. Тоже стандартный. Это close. Их два. Два события ношения. Месседж говорит о том, что пришло от клиента что-то. По вот этому вот маршруту клиент отправил какую-то информацию через протокол веб-сокета. Вот, оно здесь. То есть, это уже готовый месседж. Поэтому мы его здесь будем читать. Это у нас месседж, назовем им пока так. Месседж. Или давайте данные, данные, дата будет. И мы просто будем писать их в консоль. Пока. Консоль. Лог. Наша дата. Что по поводу close. Close срабатывает, срабатывает это событие. То есть, его инициирует, когда клиент отключается. Потому что веб-сокет подозревает под собой удерживание соединения и обмен сообщениями по этой шине. Соответственно, когда клиент отключается, нам бы тоже хотелось бы об этом узнать, чтобы тем самым не отправлять больше, не пытаться отправлять клиенту какие-то сообщения. Или просто уведомить о том, что на сервере клиент отключился. Тоже неплохо. И консоль. Лог. Давайте client. Client. Close. Будет написано. Просто. А сюда мы данные не передаем функцию? Здесь нет никаких данных. Насколько я помню. Но мы можем написать здесь args. Для того, чтобы посмотреть, какие вообще, какие данные здесь могли бы быть. Но, насколько я знаю, здесь ничего не происходит. Просто инициируется сообщение о том, что какой-то клиент отключился. Сам веб-сокет даже не знает о том, какой конкретно клиент отключился. Мы будем это реализовывать, если что. Это нам еще предстоит. Тут сейчас будет взрыв мозга. Но давайте его чуть-чуть отложим, потому что тяжко воспринимается. Так вот. Вот это вот все. Да, вот нет. Мы отложили ровно на секунду. Что касается по поводу взрыва мозга. Вот эта вот функция, как и контроллер. То есть, когда клиент попадает на данный маршрут, вот эта функция специально для него. То есть, это ее будет экземпляр для данного клиента. Соответственно, все, что здесь будет происходить внутри данного тела функции, это будет касаться только одного клиента. Одно маленькое исключение, что у контроллера, как только мы сделали send, то мы отключились, то есть клиент уже потерян. То у веб-сокета в этот момент мы можем что-то продолжать дальше делать. То есть, вот эта вот функция эксклюзивна для клиента. Она отражает как раз того самого клиента. Вот. И мы тут каждый раз подписываемся на события. На месседж и на клоуз. Это то, что будет приходить от конкретного клиента. Да. Так, получается, вот как раз таки хотел спросить про различие контроллеров и веб-сокета. То есть, получается, контроллеры, они, грубо говоря, просто строят вот эти вот роутеры наши. То есть, роуты-пути. А уже веб-сокет, он как раз таки соединяет нашего клиента и нашу вот эту систему с роутером. Ну, не совсем. Контроллеры — это контроллеры. Это независимая часть. Просто у них есть такое отличие. Контроллер отрабатывает логику, пока не отправит информацию клиенту. Как только он ее отправил, после этого ты уже ничего особо делать не можешь. То есть, ты не можешь общаться с клиентом. Веб-сокет, после того, как ты запросил информацию по вот этому вот маршруту, или подключился на вот этот маршрут, то соединение удерживается. И вот эта функция отражает сам факт вот этого соединения. То есть, на сервере будет оставаться активная вот эта вот связь и вот эта вот функция. И что бы вы здесь бы не делали, допустим, как это сказать, вы, допустим, можете здесь сделать таймер и пользователю после подключения пинать его раз в секунду, допустим, ему писать пинг. Да? И вот в этой функции это будет, вот, допустим, как это делается. Для нашего WS пишем send и говорим о том, что мы будем отправлять что-то там, да? Ну, пускай будет T1, то даже можем сделать, знаешь, знаете, как, while какой-нибудь. Я это просто покажу, вот, а потом сотру. Вот. Вот это вот отличие контроллера от WebSocket. Вот эта вот часть будет постоянно слать информацию клиенту, независимо. То есть, пока удерживается соединение. Как только к нам приходит close, нам нужно отреагировать на данный close и остановиться. То есть, нам не нужно продолжать это все делать. И тут есть, сразу назревает хитрость, да? Так как эта функция эксклюзивная для каждого клиента, то есть, она создается дубликатом для каждого подключенного клиента, то мы здесь можем написать всякие разные приколы. То есть, const, там, send, send data. И написать его true, да? Когда клиент подключится, эта функция инициируется в true. Мы ее здесь напишем, и будет постоянно происходить отсылка каких-то сообщений, да? Когда клиент отключается, мы делаем send false. И после того, как он отключился, и мы отработали вот эту функцию, экземпляр вот этого callback'а для данного клиента разрушается. Он удаляется из памяти. И тем самым заканчивается вот эта вот цепочка. Так, то есть, получается, что просто контроллер – это как единоразовое событие, то есть, там, не знаю, нажал на кнопочку, пришла какая-нибудь информация. Да. А вот уже WebSocket – это идет на удержание. Вот, например, тот же самый пример с Telegram. Это, наверное, будет не очень пример. Ну, например, сообщений тут, да? Ну, не очень, а это он и есть. Там как раз сообщения и отправляются с помощью WebSocket. Ну, и там есть, может быть, всякие разные ухищрения в плане поддержки LongPool, но, скорее всего, там WebSocket по причине того, что мы иногда видим, когда интернет пропадает, что видим, что подключение. Он реагирует на это все состояние, типа, и подключение. Нету ничего сверхъестественного нового для реализации данного процесса. Есть вот этот вот, я к следующему уроку постараюсь эту информацию найти, по вот этому второму примеру. Сервер, сервер, что-то там Send, SendPool, SendLong или что-то такое. Это когда аналог WebSocket, но передаются байты потоком. Очень удобно, потому что там нету событий, нету сообщений и так далее. Клиент установил соединение, и мы можем ему постоянно слать какую-то инфу, типа, вообще разношерстную, и он может на нее реагировать. Мы можем туда отправлять видео потоком прям целым. С помощью WebSocket у нас не получится так сделать. WebSocket все-таки нацелен на передачу уже какого-то пакета данных. То есть мы сформировали пакет, его пульнули. Вот этот вот второй подход с подключением, он как раз реализует вот эту поточность. Можно передавать видео с помощью него, можно передавать музыку, можно передавать фоточки друг за другом, там, ну, всякие разные варианты есть. Антонес, веб-версии точно сокета. Ну, значит, и в этом, в клиенте точно тоже WebSocket. Они самые простые, их проще всего реализовывать, и, ну, типа, вот и все, типа, эксклюзив для клиента. Во-первых, вот эта функция изолирована для клиента, и все, что здесь делается, будет касаться только одного клиента. Очень удобно. Когда подключится другой, ну, другой будет как-то по-другому работать. Есть там всякие разные приколы в плане бродкастов, но мы это, скорее всего, перенесем на следующий урок, что можно всем клиентам сразу массово отвечать. Ну, типа, доберемся до этого. Так вот, я это пока уберу, чтобы оно не привело просто к зависанию. Как эта штука, типа, предполагается, работает? Сейчас поставим плагин какой-нибудь, WebSocket. Есть какой-нибудь? Во, WebSocket клиент какой-то. Что это на себя представляет? То есть нужен максимально самый простой. Connect. Ух ты ж, ежики. Ну, годится. Пофигу. Нам просто, пока у нас браузера нету клиента, нам нужна какая-нибудь шляпа, которая бы могла это все реализовывать. Так вот, как к этой штуке подключаться? WebSocket как отдельная экосистема. То есть это отдельный протокол, натянутый со скрипом поверх HTTP. То есть он является выше HTTP и просто запросами через HTTP мы ничего сделать не сможем. То есть есть какая-то дополнительная отладочная информация или дополнительные технические данные, которые передаются с помощью этого протокола. И их нужно реализовывать. Если мы будем реализовывать прям чисто, как есть именно этого клиента, то там нужно будет учесть токены шифрования, айдишники и так далее. И реагирование на все вот эти вот события. Что очень муторно и проще всегда использовать в библиотеке. Что еще из достопримечательностей? У браузера встроенный данный клиент. Нам необходимо только его использовать. Но всегда есть библиотеки, которые упрощают данное использование. Но об этом дальше поговорим. Как видим в этой штуке. Use Tomp.js. Use Sock. Не знаю. Пускай галочки стоят. Какие-то странные вещи творятся. Нам необходимо указать, где расположен тот самый маршрут, к которому мы будем подключаться. Когда мы указываем у APP маршрут, это говорит о том, что он будет от сервера начинаться. Соответственно, сервер у нас запущен на порту 89.89. Это именно мой экземпляр. У вас это может быть по-другому. Поэтому смотрите, на каком порту у вас запущено. Далее пишем vs. И далее пишем user. То есть, видим, вот эта вот часть полностью отображает то, как реализован данный маршрут. Понятно с этим? Да, я понял, что такое Stomp.js. Не нужно использовать Stomp.js. Какие-то костыли. И, в принципе, на этом и все. То есть, мы нажимаем connect и тем самым подключаемся. Но что-то пошло не по плану. Что тебе не понравилось? Ага. Необходимо указать конкретный протокол. Как видим, что он требует... То есть, WebSocket, как еще и независимый протокол, еще и требует свое написание. vs. либо vss. Не http. http это протокол http. Когда мы вообще видим какие-то ссылки по типу http.google.com, то предподразумеваем, что это страница, которая работает по протоколу http. Ну, либо https. Да, то есть, это http с дополнительным шифрованием в виде SSL. Мне нравится, когда Виталий продолжает говорить, когда что-то идет не по плану. Не, все идет по плану. Просто так как я не знаю, как эта шляпа работает, я просто предполагаю. Я уже все приколы этого WebSocket знаю, поэтому тут не по плану пойти не может ничего. Не переживай. Просто разное поведение. И вообще хорошо, что это происходит, потому что я могу, допустим, забыть рассказать об этой особенности. И когда это происходит, я просто продолжаю именно с этого момента, когда все пошло не по плану. Так вот, так как это отдельный протокол, нам необходимо указывать vs. А, на чем я остановился? https. Это http протокол с дополнительными сертификатами проверки подлинности ответ клиент-сервер. Не более. Соответственно, добавилась буковка S, это сокращение от SSL. То есть сертификат, который сервер, signed, сайт, что-то там, лайсенс или что-то такое. Короче, ну, не важно. И то же самое правило работать для WebSocket. vs. Это сокращение просто от WebSocket. ВСС говорит о том, что это WebSocket, натянутый на протокол HTTPS с использованием сертификатов. Запомнили, да? Угу. По отдельности не реализуется. Можно поднять, как бы, есть такая хитрость, да? Типа все говорят вон эти, что нужно поднять, типа, сервер WebSocket. Нет, мы поднимаем сервер HTTP с дополнительным протоколом WebSocket. Это так более правильно звучит. Потому что WebSocket не реализуется без HTTP. Это неотъемлемая его часть. Вот. Поэтому знаем, что они друг на друге сидят. HTTP может существовать отдельно, а WebSocket без HTTP не может существовать. Но его обычно упускают. Типа, не говорят, что там есть еще HTTP сервер. Типа, не надо нам наводить панику. Не надо наводить шороху в этом всем. Поэтому, что нам необходимо сделать, это добавить WS. Так как мы не используем сертификаты на Localhost, то мы можем написать здесь просто WS. Тем самым подключиться и... Тадам! Зеленая счастливая кнопочка Connected. Только мне не нравится, что он здесь ничего не написал. А, он ничего не написал, потому что у меня нету события на Open, на Connect. Давайте его тоже реализуем. On. И добавим Connect. Давайте тут тоже точно так же напишем. Посмотрим, что вообще здесь происходит внутри данной функции. Может быть тут какие-то дополнительные классные параметры, которых я еще не знаю. И Client Connect. Давайте так сделаем. Как видим, что когда я нажал сохранить, мой сервер перезапустился, и клиент на это отреагировал. Клиент понял, что соединение разорвали. Это особенность самого WebSocket. Он с помощью своей технической информации знает, когда разорвалось соединение. И мы можем точно так же на клиенте подписаться на это событие, что Connection Lost. Lost, Lost и так далее. Извините, но это какая-то орг. Ну, не совсем. Сейчас будет все понятно. То есть, сам процесс настройки и первое вот это вот все начало, может иногда поставить ступор и запутать, но поверьте, там все не так сложно. То есть, нужно его воспринимать как обычный контроллер, но с дополнительной фишкой. Типа, поддерживаем соединение. Как получить эту всю информацию? Мы получаем его из первого параметра, который приходит. И у него подписываемся на его событие. То есть, мы подписываемся на эту шину, на EventBus. Это, по сути, он и есть, EventBus. То есть, VS, данная переменная, представляет из себя шину событий EventBus, которая пришла нам в виде параметра сюда, в эту функцию. И эта шина специально создана только для этого клиента, который сейчас удерживает соединение. А все остальное мы как реализовывали, так и реализуем. То есть, ничего здесь такого сверхъестественного нет. С этим понятно или что-то еще добавить? Да. Прокомментировать. Ну, окей. Будем еще по плану, по ходу действия еще что-то документировать. Когда мы сейчас подключимся, я Connected. То есть, когда клиент подключился. Тоже не угадал. Сейчас посмотрим просто в документации, какие там вообще события реализуются. Реализуются ли они там вообще? Сам факт того, что клиент подключился, зачастую нафиг никому не нужен. Не столь-то и важно. Он может подключаться до бесконечности. Нам более важно, когда он начинает отправлять нам данные. Вот в этот момент это самое важное. А все вот эти вот специфики еще попробую найти. Сейчас, секунду. Как обычно, теперь все расскажут, только не то, что нужно. MSDN, вперед. Тут тоже пусто. Тут где-то есть перечень этого всего гамуса. Скорее всего, Open. Но там есть ряд этих... Ряд событий, что происходит с клиентом. Давайте что-нибудь отправим. Отправка работает. Сейчас разберемся с этим событием, с подключением клиента. Оно точно есть. Вот. Только нужно найти... Только нужно найти его. А там Open? А там Open именно? Или может там какой-то другой ключевой слой? Может Connect? Какого-нибудь? Connect не работает. Connect не сработал. Open я чисто нашел на MSDN, и он тоже не сработал. Поэтому... Так, сейчас тоже пищу туда. Месседж... Сейчас еще окажется, что такого и нету. Будет вообще замечательно. Open. Вот. Коверка сработал Open. Connect... Connection. Бог ты мой. Кто бы догадался. Тоже нет. Хотя документацию написал. За что? С Коузом понятно. Элент Лисна. То есть добавляют Лисна. Скорее всего, сама библиотека не реализует данное событие. Что, конечно, немножко печалит. Close, Open, Error и Message. Которые доступны. То есть должен срабатывать на Open. Но, по всей видимости, он имел это все в виду, и он не работает. То есть Close работает, если что. А может как-нибудь Open там типа и те окончания как-нибудь поставить? Opened? Тоже нет. Я посмотрю потом, чтобы просто не тратить время, какие там вообще есть события найду. Не столь важно. Самое важное, когда не клиент подключается, а когда клиент запрашивает что-то. Хотя есть middleware. Возможно, можно сделать это все на middleware. Verification Client. Ну, ладно. То разберемся. Это не столь критично. Нам важно, чтобы мы могли отправлять всякие разные сообщения. И Hello. Send, 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 Send. Да, единственное, что нужно каждый раз тут писать в библиотеке редиска. У браузера не такая же есть в WebSocket. Это расширение, которое запоминает что-то здесь написал. Ну да и ладно. В общем, мы видим в терминале то, что нам приходит. То есть это те самые данные, которые есть. Особенности. Давайте об особенностях поговорим. Первая особенность это то, что данные передаются как текст. Это нужно понимать. Они не передаются как JavaScript объекты и так далее. Вам необходимо их будет парсить. И искать там эти данные. Но, что самое интересное. Вы можете отправлять данные в виде JSON. И на клиенте тоже как бы предполагать, что у вас там данные в виде JSON. Это либо будет реализовывать ваш клиент, который вы будете использовать. И он будет за вас это делать. Но обычно нет. Обычно это все вручную нужно делать. Поэтому, если хотите передавать JSON, вам необходимо здесь добавлять как минимум вот эту конструкцию. По-другому в JavaScript до сих пор еще не сделали ничего. Мудаки. Так вот. Тут надо console.log. Что у нас ошибка парсинга JSON. А здесь готовить наши данные. Что наши data. Пускай будет parse. JSON. JSON. Парс. Парс. JSON парс. И указывать сюда даты. Данные. И когда мы будем отправлять информацию. Connect. Отправлять информацию. То она будет приходить уже в виде JavaScript объекта. Угу. То есть изначально. Да, говори. Да, это получается вот. Извини. Так, я тогда потом скажу. Это получается, мы вот через месседж передаем. На клиенту, да? Сообщение. В виде JSON объекта. Не, не. Через месседж мы получаем информацию от клиента. То, что нам клиент отправил. То есть вот эта вот часть, которая здесь сбоку, как раз реализует тот самый клиент. То есть мы отправляем информацию на сервер. И событие месседж отрабатывает тогда, когда сам протокол получил информацию от клиента в полном размере. То есть целым пакетом. И после этого инициирует на шине VS, как в данном случае, событие месседж, которым мы в виде коллбека можем обработать это все. Понял. Да, спасибо. Так, теперь мой вопрос. Получается, все, что возвращается с веба, оно возвращается в виде JSON, верно? В виде текста. Все в виде текста. Все, что вообще любой, любая передача данных с помощью протокола HTTP подразумевает под собой передачу только текста, либо байтов, не более. Соответственно, веб-сервер, ну, веб-сокет продолжает эту иерархию, и он не может ничего туда добавить своего. Это либо делает библиотека, которую вы используете, то есть либо, либо вы делаете это сами. Зачастую вы делаете это сами. В плане того, что вам приходят данные, и вы уже решаете, что с ними делать, как их преобразовывать, к чему. Подумайте еще. Все приходит в виде текста. Веб-сокет это продолжение, то есть он надстройка над HTTP. Соответственно, все правила HTTP должны быть соблюдены для веб-сокета, для самого протокола веб-сокета. И если у нас в HTTP все передается в виде байта и текста, соответственно, веб-сокет точно так же это продолжает делать. Он передает всю информацию в виде байт либо текста. Ну, как повезет. И они сюда приходят в виде текста. То есть просто обычных букв. И тебе нужно будет в этой функции месседжа произвести какие-то манипуляции с этим текстом. То есть преобразовать, как в данном случае, в JSON. Или оставить так, как есть и так далее и тому подобное. Ага, дошло. Хорошо. Ну и, кстати, наш Close срабатывает. И тут дополнительно какая-то фигня происходит. Я так предполагаю, что это код события первый, что произошло. Типа, кто инициатор. То есть либо разрыв на уровне протокола, то есть, допустим, отсутствие интернета. Либо клиент преднамеренно сам отключился. По поводу кодов тоже я поищу информацию, какие там вообще присутствуют. Но, опять-таки, не столь важно. Клиент отвалился и, да и бог с ним. Типа, отвалился, да и ладно. Нам главное запомнить, что ему нужно переставать слать туда данные. Типа, и все. А, я думал, что мы тут объект парсим из JSON. Нет. JSON это как класс, такая, как утилита, которая доступна изначально в языке. И функция парс у него говорит, что мы текстовую информацию преобразуем в JSON объект. А JSON объект в данном случае это JavaScript объект, по сути. И вот таким вот образом у нас происходит. Что здесь напрашивается? Очень сильно напрашивается. Это как раз та самая шина событий для того, чтобы уведомлять другие элементы системы о том, что здесь что-то произошло. Соответственно, мы, ну я пока это уберу, нам не столь важно. Когда приходит какой-то запрос от любого клиента, мы через нашу шину событий, а наша шина представляет собой у процесса процесс MyEvents, то есть мы ее так и будем использовать. Мы после получения данных от клиента можем уведомить любую другую систему с помощью Emet. Тем самым назвать, что это WebSocket, Socket Data, допустим, и передать сюда дополнительные параметры. Первое, это, предположим, информация о клиенте. Мы еще посмотрим о Required, который здесь доступен. Возможно, лучше на следующем уроке, чтобы пока это переварить, а потом уже усложнять. Ну и передаем сюда данные, которые пришли. С одной стороны скажете глупо, а с другой стороны я вам советую не тяните этот WebSocket во всю систему. Используйте ее максимально изолированно. Так будет безопасней. И тем самым, когда пришли данные от клиента, мы инициируем события на нашей шине и уведомляем нашу оставшуюся систему о том, что здесь что-то произошло. Если мы при этом хотим что-то ответить клиенту в этот момент, то есть после события, то мы можем использовать тот самый хак, о котором я говорил, что иногда он все-таки происходит. Это то, что мы передадим, допустим, send в функцию, которая будет в виде коллбека. Располагаться именно в этом объекте, который мы отправляем на шину событий. Ну и соответственно использовать здесь уже функцию vs.send. То есть отправить данные клиенту и какие-то данные, которые будут приходить отсюда. То есть, как это назвать? Send data. Соответственно, почему здесь это можно, это допустимо? Дело в том, что тут нет проблем с тем, что клиент отвалил, ну то есть, что мы клиенту уже отвечали. То есть мы можем переотвечать клиенту сколько угодно раз. Соответственно, любой обработчик, любой слушатель на шине, он может ответить клиенту в любой момент. И это как бы не будет проблемой. Единственное, что на клиенте нужно будет обработать все эти события, которые приходят. Соответственно, вот здесь это допустимо. То есть можно вот таким вот способом отправить на шину событий данные в виде то, что пришло от клиента. И отправить функцию, с помощью которой этот слушатель может ответить. То есть что-то там сделать. Давайте посмотрим, как это работает. В принципе, как мы и делали в прошлый раз. Connect. Что-нибудь отправляем. У нас ничего не происходит, потому что у нас нет слушателя на данное событие. То есть мы инициировали событие, но никто на него никак не отреагировал. Давайте где-нибудь... Да, давайте в корневом нашем файле. Подпишемся на данное событие. Process. MyEvent. MyEvent. On. Наше событие. Только без кавычек лишних. Наши события. И наша функция. В нашу функцию приходят данные от клиента. То есть это... Ну, назовем их просто дата. И следующее это send. Но нам приходят они в виде одного параметра. Видите, в виде объекта. Поэтому нам что здесь нужно сделать? Вот такие объекты. Объекты результата 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 результата. Верно. Деструктуризировать. Да, верно. То есть мы просто должны либо здесь это сделать, либо уже в теле функции это сделать. Как удобно, в принципе. Вот этот формат записи мне крайне не нравится никогда. Типа я привык именно видеть это все отдельной строчкой. Поэтому я обычно пишу, что это props и всякие. Потом cons и равны props. Так приятнее выглядит. Согласитесь, чем вот этот зоопарк из всяких разных смайликов. Согласен. Согласен. И теперь через send мы отправляем наше сообщение pong. И отправляем наши данные от того, что нам прислал клиент. Да? Ну, то есть посмотрим в ping pong, как работает. Подключаемся. Отправляем 123. И красивый, видите? Сообщение. Что наш pong сработал. Теперь мы можем добавить еще одно такое же какое-нибудь событие. Тоже на WebSocket Data. Только назовем ее... Как-нибудь назвать? New Listner. Pong. List. Tener. Ай, ладно. Лист пускай будет. Не знаю, как это правильно написать. Подключаемся. Отправляем данные. То есть наши заветные 123. Нажимаем. Listener. 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 О, замечательно. Годится. Connect. Отправляем данные. Нажимаем send. И мы видим, что пришло два события от нашего сервера. Первое это просто pong, а второе New Listner pong. С этими данными. Понятно? То есть в данном случае это допустимо. Чтобы не завязывать весь наш вот этот долбанный WebSocket на всю нашу систему, чтобы оно нигде не легло. Марат, а можешь показать, пожалуйста, что мы храним в Process My ENV? Процесс My ENV это наша шина событий, которую мы означили в модуле Events Index.js. Мы тем самым сделали глобальный доступ к нашей шине событий, чтобы ее нигде не экспортировать, не импортировать, не дописывать всякие разные лишние буковки. Она у нас будет доступна везде, где доступен наш объект Process. Ну и как и... Да-да. Что это было? А это замечательно, извините. То есть нам нужно соблюсти тот самый факт, что вот этого шины событий может здесь не быть. Поэтому всегда нам приходят на помощь знаки вопроса для того, чтобы быстренько проверить. Есть он там, нет он там и так далее. Да, тут, кстати, достаточно именно на мой event повесить. Потому что процесс у нас доступен всегда. Я просто не знаю, подумал, почему мы сразу не отправили данные в нашем WS сервер папки, ну в Index.js. А потом вспомнил, что это как бы изолированная уже система, мы просто отправляем все в наш главный файлик, который по проекту. Мы отправляем в шину, где реализация этого лисера, это уже дело такое, оно может быть где угодно. Так удобнее объединять модули в системе. Допустим, ты хочешь с помощью вот через WebSocket клиент отправляет сообщение, ты хочешь это же сообщение отправить через бота к какому-то администратору, да? То, чтобы их не связывать, потому что это просто будет печаль-тоска, я сразу скажу. То мы просто в WebSocket инициируем события ношения, а у бота подписываемся на это событие. И если пришли данные, то мы что-то с ними сделали. Да, понял, все. Спасибо. Антон, сколько можно подключать человек по сокету? Ограничения только в сервере. Нету прям таких жестких ограничений от самого протокола, есть ограничения только от сервера. На сервере есть ограничения в количестве портов ввода-вывода. То есть, все, что происходит при подключении, это порт ввода-вывода. Даже контроллер, когда мы запрашиваем данные сервера, для него выделяется порт ввода-вывода, сокет в простонародье, с помощью которого происходит обмен информацией. Потом оно закрывается, новый клиент открывает и так далее. То есть, это практически бесконечный цикл. Так вот, вот этих вот портов ввода-вывода ограниченное количество. Обычно их в системе 65535, это 2 в 32 степени. Но в серверной операционной системе, у них это число поболее. Но все равно, их там особо много не бывает. Потому что эти порты ввода-вывода, почему я именно так акцентирую внимание, что открытие даже файла в операционной системе, это порт ввода-вывода. Соответственно, он занимает это, из общего количества, он занимает как минимум один порт ввода-вывода. И в реальности, из даже просто на системе, из 65535 доступно порядка 20 тысяч, в лучшем случае. Но плюс накладные расходы. И можно так смело сказать, что сервер будет вывозить где-то до 1000-2000 клиентов по WebSocket. Или просто по HTTP, без разницы. Это постоянные и временные. Тоже нужно не забывать, что если у вас на сервере данные в контроллере готовятся долго, то тоже удерживается соединение порта ввода-вывода. Пока вы не ответите клиенту, либо пока клиент не отвалится по тайм-ауту. Марат, ну, WebSocket интересная тема. Да, то есть, ну, с помощью него реализуется чат. Это самое простое, что можно вообще придумать. Как видим, мы, в принципе, уже сделали чат. Что у нас происходит? У нас происходит, что эта шляпа берет и удаляет все. Что напрашивается? То, что один из клиентов отправляет сообщение. И нам бы необходимо просто узнать ID чата, куда он хочет это отправить. Соответственно, в Сэнде у нас будет какая-то полезная информация и ID чата. А в нашем обработчике, вот в данном случае в WebSocket Data, мы будем анализировать этот ID чата и, соответственно, отправлять только тем конкретным слушателям, которые подписаны на данный чат, да, и так далее. Ну, чуть-чуть сложнее реализация, но я не скажу, что это прям сверхъестественное что-то. Просто найти клиентов по ID чата и отправить им информацию. Вот. У WebSocket-а есть такое понятие, как Broadcast Messenger, Broadcast Message, то есть отправить сразу всем подписчикам информацию. Но она практически бесполезная, потому что редко когда такое нужно, там нужно к какому-то конкретному целевому отправить, да и все. Давайте сделаем приложение, которое будет конкурировать с Телегой, как Threads, который сделает Сукерберг в ответ Телану Маску. Это, знаешь, типа из разряда погнаться за двумя зайцами. Сейчас одна из соцсетей погибнет. Телан загнется. Можем просто реализовать чат. Это то, что чаще всего используется. А, что еще можно, кстати, с помощью WebSocket делать? Уведомлять систему или уведомлять администратора, который сидит на главной странице, да, то есть в панели управления, и отслеживает создание новых заказов. С помощью WebSocket вы можете отправить данные всем слушателям, ну, всем клиентам, которые сидят на странице, о том, что был создан новый заказ. То есть вы отправляете информацию по типу New Order, New Order ID, и указываете его ID-шник. Клиент уже принимает... Да. Так, не хотел перебивать, но получилось все-таки. Получается, я помню, у тебя в админке была такая штука, что можно было следить, точнее, выпадал список клиентов, которые до сих пор находятся в системе. Я так понял, что это тоже написано с помощью WebSocket. Клиентов, которые до сих пор находятся в системе? Да. У меня просто список клиентов там есть. Да, ну, за четыре пути. Не, у меня там заказы появлялись, выскакивал списочек, ну, вверху такое уведомление о том, что новый заказ появился в системе. И показывал счетчик, что новые клиенты. Ну, он больше для этого используется. Это сам явный пример. И клиент, когда видит это сообщение о том, что был New Order ID, он просто сделает запрос на сервер и получит полную информацию по заказу. Не нужно через WebSocket, типа, передавать весь состав заказа. Хотя это тоже возможно полностью весь заказ передать, и, типа, клиент его просто отобразит и не будет делать дополнительный запрос. Но я приверженец того, что, типа, лучше запросить, подгрузить эту инфу и все. Хотя, это, наверное, больше мои предупреждения. Можно и через WebSocket отправлять данные. Никто вас тут не ограничивает. И, как бы, тут нет такого, что, типа, если вы там будете отправлять много данных, то, типа, будет, станет плохо. Нет. Просто данные будут доходить дольше. И все, не более. Это вам не токены на каждый запрос. Это просто один раз установили соединение и обмениваетесь этими мессенджерами. Вот. Это удобно. Просто накладка на сам транспортный протокол, что, типа, данные-то передаются, они не с нулевым размером, и нужно просто учитывать, что так-то и так-то. Да, и нужно не забывать, что на каждый мессендж там тоже навешиваются хедеры, фигедеры и всякое-всякое-всячина. Но его там меньше, намного меньше. Допустим, хедеры передаются только один раз, когда клиент подключается. Во всех остальных данных уже не передается эта информация. Там нету в реквесте ничего практически, что менялось бы и передавалось бы. Вот. А передаются уже полезные данные всегда. То есть, WebSocket все-таки предпочтительный протокол для оперативного такого уведомления системы или клиента, или других элементов системы. Как вам удобно. Назовем, как удобно вам. Вот. Поэтому как-то так. Окей, с этим понятно, что такое вообще WebSocket, на кой фиг он тут нужен, короче, зачем его завезли в систему и какие его преимущества в дальнейшем. Да, понятно. Здорово. Как и шина событий. Очень удобная вещь. Поэтому я ее и запланировал таким образом, что сначала мы посмотрели на шину событий на самую простую реализацию, а теперь посмотрели на WebSocket и связали их вместе. То есть нужно понимать, что вы можете оперировать этим всем функционалом. Запись максимально простая. Нужно понимать, что это клиент. И все. А что еще есть приколов есть? Я разберусь, как с этим коннектом сделать. В общем, обычно здесь генерирует... А у меня есть коди, в пример. А, ну вот. Я могу показать, как это вообще происходит. Почему я говорю, что это именно для одного клиента. Если мы в наш маршрут, в самом верху, расположим какой-нибудь идентификатор. Ну, допустим, созидим переменную. Пускай это будет ID, которая генерируется рандомно. Тут будет какая-то каша. Давайте так и напишем. А, кстати, да. Почему здесь нету коннекшена? Блин. Сорян. Ну, тупил как смог. Зачем коннекшен, если коннекшен происходит, когда мы попадаем вообще в эту функцию? Это абсурдно просто. Типа, зачем нам еще дополнительное событие, если мы уже в этом событии? Нелогично. Ну, ладно. Я думаю, это как оно работало-то. Окей. Вот мы сгенерировали наш ID, да? Уникальный. И напишем его даже здесь дополнительно. То есть, вместе с данными. Пускай у нас будет здесь еще ID. И этот же ID в клоузе сделаем. То есть, видите, как видите, наши колбеки... Я даже сегодня смотрел одного индуса? Не знаю. Короче, я пытался посмотреть, как умные люди рассказывают запромиссы. И понял, что я умных людей не нашел. Ну, да ладно. Не об этом. Так вот, он рассказывал за... Показывал такую классную картинку. Callback. Callback everywhere. Короче, вот. Поэтому колбеки нас будут преследовать по проекту всегда. Везде. Мы в JavaScript без колбеков жить не можем. Поэтому просто привыкайте к тому, что колбеки будут везде. Так вот. Чем полезны колбеки? В данном случае, когда мы подписываемся на события, мы имеем доступ к текущему контексту. А под текущим контекстом имеется в виду вот эта вот вся функция. И, соответственно, мы внутри нашего события на сообщение, на закрытие соединения, мы имеем доступ к этой переменной, которая выше. И мы тут даже можем написать, что new client и сказать, что это... Только не там. Это у нас new client. А эта штука... Давайте я сделаю хитрость. Где мой вебсокет? Капец какой-то. Я его не... Сейчас в магазин быстренько найду. Я еще одного просто клиента сейчас поставлю в вебсокет. Годицу. Пускай останавливается. Я просто сейчас из двух клиентов подключусь, и вы просто увидите, насколько он работает. Это как понять двух клиентов? Ну, обычная ситуация. Два разных сайта, да. Один, допустим, в одном городе сидит, другой в другом администратор и управляет одной системой. Вот. Или в одном заведении, но на разных компьютерах. Допустим, на телефоне и на компьютере. Это два клиента. Поэтому вебсокет как бы нацелен на то, что клиентов будет множество разных. Вот. А я у себя просто в браузере еще одного клиента открою, чтобы можно было подключиться одновременно к нашему серверу из двух точек, чтобы вы увидели разницу, что... Кто такой new client вообще? Откуда он взялся? Так вот. Пока это очистим. Спасибо. Опустимся ниже. Нажмем connect. Вот оно, видишь, сработало? New client. То есть, когда я инициирую подключение, я все-таки попадаю вот сюда, и вот откуда нелогичность. Отсутствие здесь события open и connected. Я стал новым клиентом. Вот у меня сгенерировалась вот такая вот шляпа, да? Стрёмная. А я могу что-то отправить, допустим, единички. И как видим, что вот это и вот это, айдишник нас, один и тот же. Согласен, да? То есть, похоже. И, соответственно, disconnect будет происходить то же самое. Когда мы заново подключаемся, нам генерируется новый уникальный какой-то идентификатор. Что-то отправляем. Мы удерживаемся. То есть, мы находимся внутри данного callback'а и крутимся, ждём, пока мы не закроем соединение, да? Или клиент нас не закроет. Если я подключусь теперь с другого клиента, видишь, теперь new client. У нас два клиента в системе. И эти два клиента тоже могут что-то отправлять. Видишь? Вот они. То есть, это от этого клиента, а вот это будет, допустим, от этого клиента. И как видишь, что у них разные. Вот он, айдишник один, образно. Вот он, айдишник один. И вот он, где подключился. То есть, у нас в системе появилось 2 callback'а, которые активно ждут соединения, да? Или сообщения от клиента. И, соответственно, информация передаётся с помощью вот такой вот хитрой штуки через vs.send. Информация отправляется именно нужному клиенту. То есть, ну, вы не увидите. Я к следующему уроку подготовлюсь. Я покажу эту вторую часть. То есть, он не видит вот этих вот сообщений, которые отправлялись предыдущему, ну, другому клиенту. Это специфика именно вот этой вот реализации. Тут есть, конечно, хитрость, что типа обычно для него создают вот таким вот образом, типа const, какой-нибудь client образно является нашим объектом. Client. И в него вот эти вот айдишники создаются. Типа каким образом? Что у clients'а через вот это вот... Через указание свойства с помощью угловых скобок мы устанавливаем туда вот этот объект vs. Мы его как бы запоминаем. Вот. Соответственно, вот этот объект наш будет наполняться этими клиентами. И нам необходимо ещё один момент учесть, что нам необходимо delete сделать из объекта вот этого вот айди. Вот. Тем самым мы удаляем свойства у объекта, а здесь мы добавляем. И как бы это показать? Ну, мы можем, короче, им всем потом отправлять. На основании вот этого вот объекта отправлять информацию. Для них из всех вызывать сент поочерёдно. И тем самым рассылать информацию по всем клиентам. По всем интересующим клиентам. Допустим, по айди. То есть, находим айди чата. Берём айди чата. По айди чата находим клиентов, которые, ну, по ихним айди, да? То есть, и с помощью нашей шины событий вызываем сент для тех клиентов, которые удовлетворяют вот этому айди, который мы тут сгенерировали. И тем самым мы отправили точечные месседжи к каким-то конкретным клиентам. Который, допустим, участвует только в этом чате. А все остальные об этом не знают. Но есть broadcast message, который отправляет всем клиентам, которые сейчас подключены к серверу. Есть такая штука. Не особо уверен, как она здесь реализуется. С подходом из callback, если честно. Если говорить о другом, типа о другом языке, по типу, допустим, C-sharp. Там это есть, потому что там создается этот веб-сервер как отдельный объект и вызываются эти методы прямо конкретно для него. Но это такая особенность. Вот это та самая реализация, как и broadcast message. Мы это уже сделаем на следующем уроке. Чтобы не усложняет просто. Но вот эта информация пока удерживается, видишь, соединение. Это один и тот же клиент. А когда это другой, вот информация от другого. То есть айдишники у них разные, видишь? Ага. Во. Так будет нагляднее. В браузере хорошо, там не стирается. Можно зажать, send, короче, и все. И вот они разные. Тут не явно бросается, но они разные. Тут 48, 90, 48, 97, 5, а тут 49, 73. Океешки, наверное, не забыть на завтра. Ну, там не на завтра, а у нас в пятницу. На пятницу это все. Вот. Есть еще вопросы по этой штуке? Может что-то дорассказать? Может что-то возникло? Может что-то возникло? Не, вроде в целом понятно. В целом понятно. Это хорошо. Дальше будет веселее. Вот. Ну, то есть, согласитесь, тот же самый EventBus, все максимально тоже просто сделано, только есть небольшие свои условности. Необходимо создать у нашего экспресс-сервера маршрут, где будет расположен наш WebSocket протокол или наш WebSocket-сервер и где он будет отзываться на команды, на подключение и на всякое остальное. Внутри нашего коллбека это функция, которая будет существовать и жить, пока клиент подключен к серверу. Как только клиент отключается, эта функция тоже будет удалена и для нового клиента будет создаваться каждый раз новый свой экземпляр этого всего. Вот. Внутри нее мы подписываемся на шину событий, которая приходит к нам в виде первого параметра. Я ее назвал как VS, этот параметр. Вы можете назвать его для себя как удобно. То есть, нужно понимать, что это не жесткая такое там, не жесткая, не жесткая обусловленность. Просто этот параметр, который указывает на WebSocket Client. Его можно назвать как VS, допустим, Client, чтобы было более, более наглядно. И тем самым мы сейчас заменим везде, где это требуется. Ну и, соответственно, она продолжит работать. То есть, подключение. А это у нас откуда приходит VS Client? Это шина? Не, это реализация, да? Да, это реализация Express VS. Мы, когда Express VS, вот этой вот библиотеки, указываем наш АПП сервер, то есть, наш веб сервер, он добавляет функциональности в наш апп сервер. И нам становится доступна вот эта вот команда, вот эта функция, точка VS. И вот эта точка VS, она, по сути, является middleware, который устанавливается на в экспрессе. Но при этом, вот такая вот у нее запись хитрая, не более. И вот этот же middleware в виде VS вызывает наш callback, который мы передаем, и он заполняет вот этот параметр первый. он его там где-то генерирует, где-то сопоставляет, какой клиент подключен, какой клиент отправляет данные. А для того, чтобы мы смогли на него постоянно оперативно реагировать, он это делает в виде шины событий. И мы на нее подписываемся с помощью on. On message, on close и так далее. А вот этот callback мы получается возвращаем VS client, да? Да. И передаем его дальше. Миштяк. Спасибо. То есть все, все максимально должно быть просто. Не знаю. Ну, поначалу не будет просто. Пока не начнете это где-то применять. Применять будет домашнее задание, но чуть позже. Когда мы еще раз берем авторизацию этой всей шляпы, потому что, как видите, напрашивается тот самый факт, что нужно бы как-то это все проверять еще через GVT, да? Чтобы клиенты, чтобы клиент как-то валидировался, а то вдруг получит доступ к чату, который, который закрытый, да? Типа, нехорошо это все будет. Поэтому вот сделаем, сделаем это усложнение и на следующем уроке, тогда чуть перенесется это все, на следующем уроке посмотрим, как отправлять информацию клиентам, как валидировать эту всю штуку и продолжим дальше по теме. Что нам еще там необходимо сделать будет? Отлично. чат, 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 вот. Доработка GVT. Вот как раз это и будет та самая доработка GVT. Частично. Вот как-то так. Вот. Ну и смотрите, подготовьте вопросы, если будут. Марат, можешь прям делать этот тайм-коды с видосов и сразу их пулять в группу для того, чтобы мы могли потом по этому пройтись. Так будет и проще и оперативно нагляднее. Но это не только Марата касается, то есть если у вас тоже будут возникать какие-то трудности, то тоже можете вот так вот в виде тайм-кода на видео скидывать и тем самым будет более наглядно, как это работает. Точнее, что вы конкретно хотели бы узнать. Скажем так. Ну, тогда на этом все. Всем спасибо, кто здесь был. Кто пришел, нас становится чуть меньше. Да не страшно. И увидимся тогда в пятницу по расписанию. Все, тогда всем пока. Жду ваших вопросов. Домашку сделаем, домашку подготовим. И пока-пока.